Это программа Акцент в студии Татьяны Коныгиной. Здравствуйте! И сегодня у нас в гостях депутат Законодательного собрания Нижегородской области Александр Тимофеев. Александр Липович, здравствуйте! Здравствуйте! Вот уже пять лет, как вы представляете интересы жителей, в том числе и Городецкого района, в областном Законодательном собрании. Скажите за это время, что удалось сделать именно на нашей территории? Да, действительно, пять лет пролетели очень быстро. Заканчиваются те пять лет, которые отпущены депутату в этом сроке. И сейчас, наверное, как раз то время, когда стоит, как это сейчас модно говорить, сверить часы, подвести итоги. Действительно, сегодня я приехал в Городец для того, чтобы сделать отчет перед людьми, которые перед городчанами, которые меня избрали, которые сделали меня с вами представителем Законодательного собрания. И когда я вот собирал вот эти все документы, это где-то получилось у меня 15 листов. 15 листов, куда, что, где, какая помощь была. Поэтому, наверное, я сейчас так укропненно, как такими крупными мазками, конечно же, на мой взгляд, посмотрел очень большое, наверное, внимание, я уделял школам, дошкольным заведениям и культуре. Очень много работ было проведено по ремонту школ, установке окон. Что касается домов культуры, это была покупка аппаратуры, допустим, в сельских домах культуры ремонт отопления, ремонт кровель. Также было достаточно большое внимание уделено спорту. Мы поставили, вот в Заволжье поставили площадку с уличными тренажерами на улице Грунина. А также там, на этой улице, прямо рядом, мы полностью восстановили хоккейную коробку. И там проводили матчи, такие, называется, дворовые, хоккейная дворовая лига в Заволжье была. Ну, и сейчас, наверное, существует. Ну, сейчас лето, сейчас все играют в футбол и в другие виды спорта. Думаю, что на этой коробке и на следующий сезон зимний будут играть ребята в хоккей. Также уличные тренажеры были поставлены в Граце. Кстати, очень такая востребованная тема, потому что, как вот не проезжаешь мимо тренажеров, там в любое время, даже вот вечером проезжаешь там, и люди любого возраста, самое важное, что занимаются, люди любого возраста. Вот как дети, так и, наверное, так сказать, бабушки с внуками одинаково занимаются на этих тренажерах. Вот прям приятно смотреть. То есть это пошло прямо в дело, в хорошее дело. Действительно, также большой пласт, наверное, хотел сказать это по благоустройству. То есть мы, помимо, скажем так, ну, я думаю, все знают, что есть такой депутатский фонд, из которого, фонд поддержки территории, из которого выделяются деньги. Также, ведь задачей депутата является лоббирование интересов тех территорий, занимались серьезным вопросом по ремонту дорог. Вот в Городецком районе, фактически, вот мы общались с главой, вот несколько лет назад, с заместителем главы, который занимался дорогами, было выделено порядка 30 миллионов на ремонт дорог уже из бюджета, из регионального бюджета. Ну, хотелось сказать то, что вот у нас 19-20-е годы, это годы такие интересные, ну, в первую очередь, конечно, 20-й год. Это у нас ковид, это локдаун, это люди не выходят из дома, это ношение масок. И, конечно же, мы не могли остаться в стороне от такой серьезной, наверное, все-таки беды, я бы назвал. И работали волонтерами. Я думаю, что многие помнят то, что не только депутаты, да просто люди неравнодушные ездили и, допустим, помогали ветеранам, помогали пожилым людям. Ведь пожилые люди, это самое ответственное население у нас, пожилые люди. Потому что они вот сказали не выходить из дома, они не выходят из дома. Но вот хотелось бы, чтобы у них было и, скажем так, что хорошо поесть, и попить, и все. То есть вот привозили, привозили и продуктовые наборы. Также, конечно, отдельно хотелось сказать о врачах. Потому что врачи как раз в это время были, так сказать, на передовой. Потому что они действительно ходили, скажем так, по такой тонкой грани между жизнью и смертью. По-другому это сказать нельзя. Они находились в красной зоне, они находились людьми, которые и умирали. Люди-то умирали, то же самое. И врачи им помогали, как могли. Естественно, сразу после Нового года мы стали приезжать в наши районы. И чтобы как-то поддержать врачей, ну, во-первых, привозили и наборы для чая. Привозили различные подарки, чтобы в какое-то время они могли просто выйти из этой красной зоны, попить чай с тортиком, с конфетками, с печеньями. Ну, как-то это все равно прийти в себя от этого. Ну, и, конечно же, вот у меня нет медицинского образования. Чем я могу помочь? Ну, как пример, приехали, если не ошибаюсь, 3 или 4 января в городец, в городецкую больницу. Глава администрации Александр Юрьевич Мудров тоже подошли, посмотрели. Разгружает, там рабочие разгружают баллоны с кислородом. Место, где прибывает скорая помощь с людьми, там рампа полностью завалена снегом. Ну, взяли мы крепкие ребята с главой администрации, взяли лопаты, просто почистили эту рампу от снега. Все размялись, и хорошее дело сделали, то есть, и помогли. И, естественно, помогали, какую помощь я видел, то есть, приезжал в больницу, помогал составлять правильно, составлять обращения, документы, допустим, в департаменты, какие-то в Министерство здравоохранения, в какие-то департаменты, где необходимо все это было. По большому счету, вот такой год был очень насыщенный, очень насыщенный. Хотя и говорят, что нельзя было выходить из домов, нельзя там собираться большими группами. Но работы было не меньше. Так что, хотелось бы сказать, что насыщенная, интересная была пятилетка, и работы было сделано много, и предстоит еще больше, я думаю. Ну, помогали и словом, и делом, да, и личным участием, и всякое разное. Вот в целом, как оцените работу законодательного собрания, насколько работоспособный состав? Состав, кстати, у этого законодательного собрания был очень сильный. Прямо могу сказать, что присутствовали все, наверное, слои населения. То есть, там и были врачи, и учителя, и бизнесмены, и муниципальные служащие. То есть, фактически, все люди, которые полностью могли закрыть, наверное, все вопросы, которые были и у правительства, и у жителей нашей Нижегородской области. Ну, в том числе, конечно же, и городецкого района. Опять же, хотел бы остановиться на 2020 году, потому что мы научились работать дистанционно. То есть, мы уже не могли собираться очно, не могли собираться в нашем зале заседаний, мы работали по компьютеру. И самый важный момент, то, что никакие вот такие вот локдауны, ковиды, не могли остановить работу законодательного собрания. Мы как работали, так работали. Мы проводили все необходимые комитеты, мы проводили все рабочие группы. Мы, естественно, проводили пленарные заседания, на которых принимались все максимально быстро, все вопросы, причем касающиеся как раз ковида. Там было масса вопросов, которые фактически их надо было принимать очень быстро, как называется, с колес. И они эти вопросы принимались. Вот дистанционно и очные заседания, вот они, вот насколько, какие из них эффективнее, как вы считаете? Вы знаете, эффективность заседаний определяется все-таки не дистанционно и очно. Понятно, что очное заседание, оно более живое. Там больше можно как-то объяснить, поговорить, можно больше предложить своих вопросов. Дистанционные заседания, они больше подготавливаются заранее. То есть ты заранее на комитетах уже отрабатываешь вопросы просто, фактически, чтобы вопросов уже не было на пленарных заседаниях. На эффективность заседания, мне кажется, она совершенно одинаковая, что очно, что дистанционно, потому что ответственность депутатов, которые, в общем-то, как я и говорил, представляют огромное количество людей, которых избрали, она серьезная. Поэтому что очно, что дистанционно, эффективность одинаковая. Ну и что касается традиционный вопрос планов на будущее. Ну да, планы на будущее. Действительно, у меня есть в планах продолжить работу депутатам. Вы знаете, что у нас прошел праймерис. Одним из победителей является ваш покорный слуга. У меня действительно большой опыт. Есть много планов. Есть дела, которые сейчас запланированы и которые должны быть сделаны в следующем году, в 2022-2023 годах. И чтобы использовать свой опыт и чтобы воплотить в жизнь эти планы, я планирую в дальнейшем продолжить эту работу. И, естественно, моя работа будет направлена на то, чтобы жизнь каждого человека, живущего в городе, детском районе, стала лучше. Спасибо вам, что нашли время побывать в нашей студии. Спасибо. И напомню, сегодня у нас в гостях был депутат областного законодательного собрания Александр Тимофеев. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова